Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Сладкий Мастер и хочу поделиться результатом шикарного крема под названием шоколадный крем-чиз. Крем получается настолько вкусный, что его можно использовать на любые тортики, пирожные и десерты, в которых предполагается наличие шоколадной начинки. Шоколадный крем-чиз готовится из шоколада, без использования какао-порошка, а потом он получается с ярко выраженным шоколадным вкусом, что больше его напоминает шоколадный изысканный десерт. Шоколад в значительной мере перебивает творожный сырный привкус, который не всегда может нравиться, тем самым преображая крем в лучшую сторону, делая его насыщенным шоколадом и запоминающимся послевкусием шоколада. По данному рецепту творожный сыр должен быть холодный из холодильника. Шоколад по вашему вкусу, сливочное масло любое. Чашу с шоколадом устанавливаю на паровую баню. После того как пошел пар, добавляю сливочное масло. Помешиваю масло, чтобы оно быстрее растворилось в шоколаде. И после того как масло полностью растворилось в шоколаде, снимаю с огня. Оставляю оставать шоколадную глазурь до комнаты или чуть теплой температуры. Для более быстрого остывания можно поставить чашу в воду или ненадолго убрать в холодильник. Тем временем в творожный сыр всыпаю сахарную пудру. Сначала промешиваю крючками миксера, чтобы творожная масса размягчилась в течении 1 минуты. Затем меняю крючки на лопатите миксера для взбивания и вымешиваю еще 2 минуты. Шоколадную глазурь достал из холодильника, а на комнатной температуре промешиваю ручным венчиком, чтобы образовавшиеся сгустки в результате охлаждения мешались в общую массу. Очень важно не остудить шоколадную глазурь, но в холодного состояния. Иначе она просто народу не вмешается из-за высокой плотности в холодном состоянии. Шоколадную глазурь взбиваю на высоких оборотах миксера до шоколадного крема. Посмотрите какой пышный шоколадный крем или точнее шоколадный ганаш получился. Он уже очень вкусный. Главное не убирать его в холодильник или он уплотнится, поэтому оставляю его при комнатной температуре. В охлаждённую творожную массу перекладываю шоколадный ганаш. Сразу начинаю взбивать на высоких оборотах миксера до однородного крема. Силиконовой лопаткой собираю не вмешанный шоколадный ганаш со стенок чаши. Продолжаю взбивать миксером на высоких оборотах до однородного крема. Вот такой очень плотный с насыщенным вкусом шоколада шоколадно-творожный сырный крем получился. Для нанесения шоколадного крем-чиза я буду использовать широкую насадку «Открытая звезда». Очень большой плюш шоколадного крем-чиза в том, что он получается самым плотным из всех существующих рецептов крем-чиза. Это связано с технологией вмешивания плотной текстуры шоколадного ганаша в творожный сыр. Такая текстура является невероятно стабильной для финишного закрытия торта, который имеет более прочную защитную функцию, но при этом остается относительно кремообразной. Это действительно уникальный рецепт крем-чиза, который позволяет закрыть торт кремом без опасения за торт во время перевозки, долгое простое и прочих рисков. После холодильника он настолько становится плотным, что превращается в мягкий панцирь. Это что-то между шоколадным ганашем и классическим крем-чизом на масле. Могу смело сказать, что это самый плотный рецепт крем-чиза после охлаждения, с насыщенным вкусом шоколада. Посмотрите, какие красивые шоколадные узоры с насыщенным вкусом шоколада получились. Красивая прорисовка и четкие контуры говорят об однородности шоколадного крема. Обязательно приготовьте этот шикарный и невероятно вкусный шоколадный крем для своих кондитерских изделий. Спасибо, мои дорогие, за вашу подписку и лайки. Тем самым, вы продвигаете канал и мотивируете меня на новые рецепты.